Добрый день, уважаемые телезрители, дамы и господа! Мы снова встречаемся с вами в нашей студии, ведущей программы «Я», писатель Александр Владимиров. Сегодня мы начинаем очень важный цикл. Цикл, который посвящен людям, которые делали все для поднятия культурного уровня нации, для развития великих культурных моментов нашего Отечества. Сейчас это очень-очень важно, потому что если мы с вами включим любую телепрограмму, любого канала, то в основном мы с вами увидим одно и то же. Это убийство, это бесконечный секс, это бесконечная проповедь алчности и жажды денег. И в этой связи мы должны вспоминать о тех великих наших людях, о великих сподвижниках, которые работали на благо России зачастую бескорыстно и которые делали действительно важное и замечательное дело для всех нас. Так называемые островки в океане. Но я очень верю, что потихоньку эти островки будут расширяться, расширяться и превратятся в огромный остров, который поглотит с собой все. Это остров великого просвещения России. Наша первая передача посвящена Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Она так и называется Дмитрий Сергеевич Лихачев к столетию со дня рождения. И я хочу представить нашу уважаемую гостью, которая сегодня у нас в студии. Это Сергеева Людмила Георгиевна, филолог, коммерческий директор книжного дайджест «Библиоглобус». Добрый день, Людмила Георгиевна. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Дмитрий Сергеевич Лихачев, о нем говорить и легко, и трудно. 28 ноября прошедшего года Дмитрию Сергеевичу исполнилось бы 100 лет. Надо сказать, что он был, ну все это уже знают, что он был всемирно известным ученым. Человеком, который сделал очень много для исследования нашего лучшего и древнейшего памятника слова о полку Игореве. Сам его переводил. Всегда доказывал его подлинность, когда возникали какие-то, и оказалось, что подлинность сейчас, это уже проверено математически, потому что вот по словарному составу, лингвистически, действительно уже никаких сомнений нет, так сказать, что это. Дмитрий Сергеевич, ученый с мировым именем, его знают словисты во всем мире. Он член очень многих академий и член Российской академии наук, естественно. Но Дмитрий Сергеевич занимался не только, казалось бы, древнерусской литературой, такая одна из частей, может быть, более узких частей русской литературы и культуры. Может быть, есть люди, которые замыкаются на этом и становятся такими кабинетными учеными. Дмитрий Сергеевич таковым не был. Он занимался культурой вообще. Значит, он писал не только о древнерусской литературе, о человеке в древнерусской литературе. Его интересовала смех в древнерусской литературе. Вот если Бахтин тоже проблемой смеха занимался, ну, как раз на примерах европейских произведений, то Дмитрий Сергеевич это все показывал на образцах древнерусской литературы. Но Дмитрий Сергеевич литература еще был настоящим гражданином своего отечества во все его времена. И в самые трудные времена это особенно проявлялось. Дмитрий Сергеевич прошел, на его долю выпала судьба очень нелегкая. К сожалению, такой судьбой наше отечество наградило очень многих людей. То есть он прошел путь сложнейший от зэка на Соловецком лагере, это первый концентрационный лагерь советской власти, до строительства Беломора-канала и вот этот путь до академика и до человека с мировым, ученого с мировым именем. После Дмитрия Сергеевича были замечательные учителя и в школе. И хотя, собственно, окончание его школы попало уже на время трудное, когда было в Петрограде и голодно, и холодно. И Дмитрий Сергеевич вспоминал, что как раз письменных работ им не задавали, потому что не на чем было писать и холодно было очень. Поэтому он уже потом учился тому, как вот в письменной форме излагать свои мысли так, чтобы мысль была выражена кратко и очень емко. И на это у него уходило много времени. Но он достиг действительно невероятного. Даже когда он писал о самых сложных проблемах науки, филологии, литературы, ведения, он писал удивительно простым и ясным языком. Надо сказать, что все филологи, начинающие, поступая на первый курс, они начинают свое образование с древнерусской литературы. Так идет периодизация. И когда они берут в руки Дмитрия Сергеевича, вот тут им кажется, что они начинают становиться настоящим филологом, потому что они начинают что-то понимать. Они вникают в какие-то глубины, объясненные очень просто и очень интересно. В университете у Дмитрия Сергеевича тоже были замечательные педагоги. Обо всех о них он потом прекрасно написал. И после окончания университета он выбрал как раз такую, как бы не русскую, а такую, занимался там, не специально занимался английской литературой. Но русская литература его всегда интересовала более всего. А после окончания университета, вот было время 20-х годов, когда было огромное количество подъем, создавались вот всевозможные кружки, всевозможные организации, которые хотели заниматься, потому что пришла свобода после революции, и, наконец, люди могут нормально мыслить. Но, к сожалению, это все довольно быстро закончилось, потому что вот кружок, в который входил Дмитрий Сергеевич, он назывался Академией Космической Академии Наук, название такое, сегодня нам кажется, что они занимались космосом, на самом деле нет. Это все так же была литература, и там было очень много шуток, смеха, и всем им было друг другу интересно. А почему космическое? Ну, потому что они занимались всем, вот только так, да. Это космосу, как теперь им занимаются. То есть это в общем, они как, как говорят, космическими проблемами. Космическими проблемами, да. Тут была и философия, тут была и социология, тут были шутки, тут было искусство, тут была литература. Вот этот кружок. К сожалению, когда начались, вот, собственно, красный террор, и лучших умов философов, священников, писателей посадили на пароход и выслали из России, началось гонение и на тех, кто, так сказать, был помоложе, еще и неизвестен. И таким образом Дмитрий Сергеевич был арестован и попал в первый, но самый жестокий концентрационный лагерь на Соловках. В прошлом Соловки, это был самый северный монастырь, очень хорошо оборудованный, там фрукты экзотические выращивали монахи, когда это был свободный и подвижнический труд. А Дмитрий Сергеевич попал в обстановку, где были собраны воры, беспризорные дети, которые тоже были воришками. Там было огромное количество народа, была скучность, вши, гулял тиф. Вот во все это попадает, в общем, интеллигентный человек, казалось бы, еще молодой и неокрепшей душой. Но Дмитрий Сергеевич и там, чувствуя при невероятно тяжелых работах и на волоске от смерти, тем не менее, он оставался в душе всегда ученым и там зря времени терял. Он, например, изучал основы вот этой картежной игры воров. Он собирал фольклор, который вокруг него, как вы понимаете, там был рассыпан в огромных количествах. А также вот систематизировал ненормативную лексику. Потом немножко у него там были чуть-чуть лучше условия, поэтому он еще больше этим занимался, когда его перевели с самых тяжелых работ, так сказать, на работу там, так называемый тамошний музей, где они должны были вот рассматривать эти иконы, описывать, сдирать их и так далее, что тоже было очень тяжело. Но тут он прикоснулся уже вот к основам иконописи, вот такой, вблизи этого монастыря. Надо сказать, я переключусь уже, так сказать, с этого времени, расскажу о том, во время перестройки Дмитрий Сергеевич много очень выступал, и его выступления в Останкино всегда были переполнены. Надо сказать, что рейтинг этих программ легко затмевал теперешние там реалити-шоу или какие-нибудь убойные фильмы. Вот на одном из таких выступлений подошел молодой человек и сказал, ну вот, свобода, перестройка, я хочу прочесть стихи. Все пытались его от Дмитрия Сергеевича как-то отодвинуть, но Дмитрий Сергеевич сказал, нет, пусть прочтет. Молодой человек прочел там три страфы, и они все были, состояли из ненормативной лексики. Весь зал был в ужасе, а Дмитрий Сергеевич тихим и спокойным голосом, когда молодой человек закончил это читать, спросил, и это все? Потому что Дмитрий Сергеевич знал и в этой области значительно больше и понимал, когда, почему, какая эмоциональная нагрузка на этой речи. То есть и тут он был настоящий ученый, а не вот такие дилетанты, которые настоящего языка не знают, а думают, что вот этим можно воспользоваться и привлечь к себе внимание. Надо сказать, что невероятный такой нравственный внутренний перелом, который, очевидно, и сформировал Дмитрия Сергеевича таким, каким он стал, произошел на Соловках после того, как Соловки посетил Максим Гойкий. Дело в том, что уже о жестокостях этого первого концентрационного лагеря, казалось бы, страны, победившей царизм, которая обещала, так сказать, свет, свободу и так далее, стали доходить до Запада. И вот об этом писали. И для того, чтобы показать, что ничего тут страшного нет, пригласили на Соловки Горького, который туда со своей снохой приехал. Ну, когда Горькову показали там чистые простыни и прекрасные кровати, на которых на самом деле спали, Горький махнул рукой и сказал, парадов я не люблю. И вот один мальчик, тем не менее, там его уловил и сказал, я хочу рассказать вам всю правду. И Горький с ним отдельно ушел, заперся, и мальчик ему, очевидно, поведал все, что там было на самом деле. После чего Дмитрий Сергеевич вспоминает, что он увидел Горького, который вышел после разговора с мальчиком, и плакал. Но Горький уехал, мальчик сгинул, никто не знает, как и при каких обстоятельствах он, естественно, погиб. Что естественно было, конечно. Что естественно было. И в скорости, в те времена, вот полагалось, что два раза в году могли быть свидания с родными. Дмитрию Сергеевичу приехали родители. И в один из дней он с родителями тогда разрешалось, так сказать, вот отходить подальше от, собственно, лагеря, где могли. И они там у какой-то перевернутой лодки общались, там его немножко подкармливали, естественно, делились новостями. Это было большим счастьем. Но когда он вернулся после свидания в лагерь, он узнал, что в лагере был каждый десятый расстрелян. И у Дмитрия Сергеевича на всю жизнь осталось ощущение, что, может быть, кого-то вместо него расстреляли. И что теперь он должен жить за двоих. И что каждый день, отпущенный ему, это подарок Бога. Вот с этим ощущением Дмитрий Сергеевич и жил всю жизнь. Надо сказать, что когда его вот уже после Беломора канала освободили, Дмитрий Сергеевич много вернулся в Ленинград. Там были, конечно, свои испытания. И, извините, ради Бога, извините, я хотела спросить, а когда, в каком году освободили его? Освободили в 1932 году. В 1932 году. Вот там как бы задосрочно, вроде бы, что он очень хорошо работал на Беломорке канала. Он все работы... Хотя он был человеком, как мы знаем, и с молодым, не таким силачом и крепким, но вот, так сказать, как раз приученный к труду человек. Так было и в семье. Такое воспитание. И когда он вернулся в Ленинград, то начались свои проблемы. И тогда были там прописка, как вообще получить паспорт, и то, и все, работу достать. Значит, надо сказать, что Дмитрий Сергеевич, и вот мне было бы счастья, да несчастье помогло, вот это академическое издание, одно из изданий Пушкина, он работал корректором над этим изданием. Поэтому оно очень хорошо вычитано, как никакие другие, может быть, издания Пушкина. И тут же он занимался, в общем, наукой, статьями и так далее, и так далее. Ну, в общем, так сказать, о всем таком творческом пути я рассказывать не буду. Мне хочется сказать больше о том, как Дмитрий Сергеевич, вот продвигаясь по лестнице, так сказать, научной, он всегда делал что-то, что должно было помочь всему обществу. Как-то смягчить нравы, бороться за культуру, спасать ее. Вот начинается война. Дмитрий Сергеевич был один из тех, кто из города Пушкина за два часа до прихода туда фашистов вывозил ценности в Ленинград. Причем они не подозревали, они думали, что им объяснили, что немцы где-то там под Псковом. Однако они, оказалось, уже были подлугой, и они вывозили эти ценности. Дмитрий Сергеевич дежурил, он уже тогда работал, проработал 60 лет в Пушкинском доме. Так называется Институт русской литературы, что на Васильевском острове. И во время обстрелов Ленинграда он, естественно, дежурил на крыше Пушкинского дома. И однажды в его дежурстве он видел, как загорелись Мытнинское университетские общежития. Причем туда попало сразу много снарядов, и он понял, что не только здания все разрушены, но и все, кто там был, погибли. И в этот момент он стал думать, вот удивительно, понимаете, трудно себе представить какого-то другого человека, он стал думать, что вот когда все это кончится, нельзя на этом месте строить дома, потому что это такой ужас, всем, кто там будет жить, будет очень страшно. Лучше устроить городской парк, который шел бы к морю. У него в мечтах было, чтобы это было от финляндского вокзала к Елагину острову, чтобы это был такой замечательный парк, к нему можно было бы дойти, по дороге думать о чем-то таком умном, и попрощаться с солнцем вот с Елагина острова. Но голод наступал страшный, его жена стояла все ночи, чтобы отоварить карточки, он всегда говорил, что мы выжили благодаря ней, и когда потом его еще спрашивали, а что же все-таки вам помогало, он говорил, мы каждый день молились и вечером читали Пушкина. Он был верующим человеком. Он был верующим человеком, и семья была верующая. Он вообще из староверов, вот его дед, прадед, там, из Усолья, с севера пришедшие, и семья была верующей. Это в нем было с детства. Няня, которая была, и родители, все были верующие. Потом его эвакуировали, но самый страшный первый год, вот этот голод провел, отец у него умер от голода, потом семья уехала в Казань. Но прежде чем они уезжали, они, естественно, все, что у них было, продавали, там, за какие-нибудь 200 грамм хлеба или еще что-то. Поэтому, когда они после войны вернулись в Ленинград, то это было совершенно, так сказать, пустое место, и все надо было начинать сначала. Значит, Дмитрий Сергеевич в эвакуации много работал. То есть уже вот в 47-м году у него вышла огромная работа про культуру Древней Руси. Затем у него было много работ, посвященной человеку в Древней Руси. Это объясняло людям, так сказать, что есть, так сказать, русский человек, что он соприкасался с разными, так сказать, племенами. И будучи вот русским человеком с севера, тем не менее, Дмитрий Сергеевич всегда был настоящим патриотом России, но не таким патриотом, который считает, что вот патриотизм должен как-то вычисляться по крови. Ему казалось, что наоборот, это большие краски, что вот на севере он в школе учился, там были и немцы, и финны, и какие-то другие угорские народы. Поэтому и всегда было очень интересно. В его речи осталось очень много этих вот северных слов, которые из угрофинского языка вошли потом в русский. Затем он написал замечательную книгу, то есть его интересовало все. И культура, архитектура, музеи, библиотеки. Его волновала сохранность библиотек, потому что он считал, что библиотеки – это главное богатство России, и это главное богатство русской культуры. Без этого, вот когда произошло трагическое в 1988 году, и сгорела библиотека Академии наук, Дмитрий Сергеевич написал, что это величайшее бедствие для нашей страны. Если начнут гореть библиотеки, то нас, русских, и русской культуры просто не будет. То есть библиотеки – это основа. И он сделал огромное количество добра для библиотек, чтобы их не закрывали, даже самые маленькие, в провинции и так далее. И вот, наконец, Дмитрий Сергеевич… И сразу, как мы видим совершенно иную ситуацию, как сейчас, очень много библиотек просто закрывается, и на их место, я просто знаю, ну, хорошую библиотеку в Москве закрыли, и вместо нее там… Вообще, да, какой-то бизнес-центр открыли какой-то. Дмитрия Сергеевича очень не хватает, потому что вот, когда я была в фонде культуры, был вечер, как бы, памяти его, там выступала женщина из Царицынской библиотеки. Это была маленькая районная библиотека в Москве. И уже вот тогда кому-то понадобилось здание, ее хотели закрыть. И куда она ни стучалась, и фонд культуры, кажется, все, ничего не помогало. Все говорили, давай звони Дмитрию Сергеевичу, он в это время был в Ленинграде. Она позвонила, он сказал, ни в коем случае, и начал говорить вот о том, что такое библиотеки, тем более маленькая районная библиотека на окраине. Царицын тогда был очень, как бы, далекой еще окраиной для Москвы, для центра. И она сказала, Дмитрий Сергеевич, а можно вот все то, что вы сказали, я успела записать, что это будет ваша телефонограмма? Он сказал, да, я согласен. И она быстро это прочитала, значит, на коллегии министерства, и эту библиотеку отставили. То есть вот идет огромное количество всем. Так вот я хочу сказать, какова роль Дмитрия Сергеевича вот с фондом культуры, который был создан еще при советской власти, при Горбачеве уже. Но это было первое неправительственное учреждение вот при советской власти, потому что пожертвования были и под имя Дмитрия Сергеевича. Многие, так сказать, фонды на Западе давали деньги. Вот, например, фонд Оппенгеймеры, который покупал картины русских художников, и фонд культуры их собирал. Дмитрий Сергеевич ратовал за создание современного русского... за создание современного музея, вот современного русского искусства. И говорил, что же мы сейчас вот покупаем русских художников, а сейчас мы не платим художникам, нечего делать, они их распродадут, свои работы. А потом мы в три дорога будем обращаться опять к каким-то фондам и просить, чтобы нам помогли. Вот Наталья Дмитриевна Солженицына вспоминала, что когда началась перестройка, они еще жили в Вермонте. И к ним пошло огромное... ну, стали уже люди не бояться звонить. Огромное количество звонков, что вот как тут трудно. Ну, мы все помним, как это было сложно в начале самых 90-х годов. Как тут трудно, нельзя ли куда-то там уехать, устроиться на Западе. И с утра до вечера шли эти звонки. И вдруг неожиданно им позвонил Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сказал, не могли бы вы помочь собрать и как-то доставить в Россию книги на русском языке, вышедшие в эмиграции. У него была главная задача вот соединить эти культуры, потому что это одна культура, это трагическая ситуация в России, что эти культуры были разделены какое-то время. И действительно, Александр Солженицын приложил все силы и деньги, соответственно, чтобы вот создать и фонд культуры, у него прекрасная библиотека вот эмигрантской этой литературы. Подход не из России, а наоборот в Россию. Все лучшее к нам. И тогда, и тут же пошли его выступления, вот это по телевидению, Наталья Дмитриевна говорит, когда мы увидели вообще, как говорит Дмитрий Сергеевич, о чем он говорит, и какие аудитории его слушают, мы поняли, что надо возвращаться, что начинается строительство, так сказать, новой России, и за нее надо бороться. Затем, Наталья Дмитриевна, вот я как раз спросила, ведь до сих пор в архипелаге Геулаге были зашифрованы все люди, которые снабжали Александра Исаевича сведениями о лагерях, в которых сам Александр Исаевич не сидел. Так вот, теперь уже, вот сейчас вышли воспоминания Дмитрия Сергеевича, где сказано, что Александр Исаевич приехал специально к Дмитрию Сергеевичу, это был, наверное, год 72-й или 71-й, тут я могу путать, ну, в общем, еще до высылки Александра Исаевича, в Комарова, и они сидели там три часа, и он слушал, и как Александр Исаевич, как лагерник, умел быстро все записывать, почти стенографически. Вот они три часа беседовали, и Дмитрий Сергеевич рассказал о Соловках, поэтому, так сказать, в архипелаге Гулаг, вот в основном, так сказать, его свидетельство вошло туда. Сейчас, кстати, хочу сказать, что в рамках собрания сочинений Александра Исаевича Солженицына, который выходит в издательстве «Время», выйдет и архипелаг Гулаг, в котором будут расшифрованы все имена людей, которые помогали Александру Исаевичу составить эту страшную и великую книгу. Дмитрий Сергеевич в фонде культуры, значит, он, во-первых, сделал очень много для обновления Пушкинского музея. Он понимал, что Пушкин – это действительно наше все, и всегда стремился, чтобы все, что связано с Пушкиным, было свято сохранено. Значит, он помогал этому музею на мойке. Он сделал, собственно, так сказать, из разрушенных совершенно каких-то вот в Захарово и в Веземах под Москвой – это места детства Пушкина. В Веземах похоронен его маленький брат Николай. Веземы – это имение Голицыной, вот прототипа пиковой дамы пушкинской. И с помощью Дмитрия Сергеевича и фонда культуры по его настоянию там созданы вот литературно-исторические музеи. Затем он сделал очень многое, когда и для Михайловского, и для Трегорского особенно, когда там вырубали деревья. То есть он всегда подключался и был тем пожарным, который всегда эти пожары тушил и помогал. Дмитрий Сергеевич помогал очень много провинциальным музеям. Вот, например, город Мышкин, очаровательный, прелестный город. Я в нем была очень давно, когда еще там ничего и не было, вот только старинный русский городок. Дмитрий Сергеевич вот помог этому замечательному музею мышей, куда теперь приезжает огромное количество народу с детьми и получает большое удовольствие, и город совершенно по-другому зажил. Благодаря Дмитрию Сергеевичу, вот скажу еще о Пушкине, вышло фоксимильное издание рукописи рабочих тетрадей Пушкина. Потому что это, конечно, невероятные ценности, и выдавать это не могли даже ученым, которые занимались Пушкиным. Вот, и, наконец, нашли издателя, но не было денег. И вот в Ленинград приехал принц Чарльз, и вместо положенных 40 минут по протоколу, он пробыл там полтора часа и почти все время беседовал с Дмитрием Сергеевичем, и тут же сказал, что он будет гарантом этого издания, и восьмитомное фоксимильное издание рабочих тетрадей Пушкина таким образом вышло, и сейчас все пушкинисты мира могут работать с подлинниками Пушкина. Дмитрий Сергеевич, собственно, с его помощью был создан вот теперь всем известный журнал, боже мой, журнал, который замечает «Наше наследие». «Наше наследие», да. Вот, да, там вместе с англичанами. То есть под имя, как говорят коллеги Дмитрия Сергеевича, с которыми общаешься, они всегда говорили, ну, под Дмитрия Сергеевича, под имя Лихачева можно было получить, так сказать, любые деньги, любое, собственно, здание, любую помощь. Все хотели помочь. И вот мне кажется, он очень, он боролся за то, чтобы его родной и любимый город получил имя Санкт-Петербурга. Он старался, чтобы при Дмитрии Сергеевиче не обращались так с Санкт-Петербургом, его центром варварских, как это происходит сейчас, когда строят новоделы, не реставрируют замечательные старые дома, которые являются, собственно, сутью и прелестью этого города, построенной прекрасными архитекторами. И история, ему всегда хотелось сохранить этот город, потому что это город Пушкина, Достоевского, и имеет мировое значение. И сейчас мне коллеги из Пушкинского дома говорили, что вот при Дмитрии Сергеевиче ни за что бы не удалось Газпрому построить вот этот невероятный этот штырь напротив великолепного Смольного, который портит весь ландшафт, хотя сейчас там общественность борется. Но я думаю, что при Дмитрии Сергеевиче это удалось бы победить. А вот как сейчас будет без Дмитрия Сергеевича, сказать трудно. То есть вот видите, вот один человек мог делать вообще невероятное. И один в поле воинка. Один в поле воинка, да, такой человек. Дмитрий Сергеевич сделал очень много для переименования московских улиц. Вот у нас же остались, правда, еще, так сказать, и проспекты, и улицы совсем не тех имен. Но вот многие переулки, улицы, которые для Москвы очень важны, важны даже для языка, потому что это всегда возникало, вот Москва была всегда таким средоточием и богатства русского языка, даже в названиях. Вот Дмитрий Сергеевич сделал очень много для переименования улиц московских. Это история же наша. Это история, конечно. Это история. Конечно. Дмитрий Сергеевич вот выступал с такими публичными лекциями, когда он был уже очень немолод и очень нездоров. Но он считал своим долгом, вот своим тихим голосом, он всегда говорил тихим голосом, но его слышали миллионы людей. И вот говорил он всегда и четко, и афористично. И вот два года назад это была замечательная акция в Петербурге, его родном, когда на Дворцовой площади летом были выставлены щиты, и на них были бумажки, на которых были напечатаны разные афоризмы, мысли Дмитрия Сергеевича. И наблюдать эту картину было невероятно приятно, и как-то ты преисполнялся даже гордости и за людей, и за петербуржцев, и вообще за всех нас. Потому что каждый человек подходил, читал, брал какую-то бумажку, тщательно ее складывал и клал, и, может быть, дома прочтет детям, или сам еще вернется к этому. Поэтому память о Дмитрии Сергеевича, конечно, останется. Я думаю, навсегда, до тех пор, пока будет жива русская культура, которая велика. Собственно, величие страны, как всегда считал Дмитрий Сергеевич, оно вовсе не в количестве танков, не в количестве, как я бы сейчас добавила, этих Мерседесов или Порши, которые у нас есть, а в том, какой вклад эта страна внесла в культуру и цивилизацию, и свою, и мира. Вот Дмитрий Сергеевич был уверен, что русская культура, начиная вот с древних времен, с времен крещения Руси, и до последнего времени, она была великой культурой, и что мы не должны это утерять. Это наше главное, это неразменный, собственно, золотой запас, который всегда будет давать самые высокие проценты. Я даже добавлю, Людмила Георгиевна, что вот раньше, когда мы говорили об этапах развития человечества, то исходили из сугубо такой марксистской теории развития производительных сил, точнее говоря, системы отношений, которые способствуют развитию производительных сил. Но сейчас все больше и больше начинают говорить о цивилизационной теории. И она правильная. То есть что дала та страна для развития конкретно мировой цивилизации? Я здесь совершенно с вами согласен. Ну ведь никто не может сейчас... Любой человек, приехавший из Запада, нравится ему Россия, не нравится ему Россия, нравится ему там, не знаю, наше устройство, не нравится, нравится ему наш президент, не нравится. Но ни одного, он никогда не сможет сказать, что русская литература 19 века – это величайшее завоевание всего человечества. То есть ни в одной стране мира, ну, цивилизованной я имею в виду стране, нет, где бы, скажем, наших великих классиков не переводили на родные языки. И что это дало толчок огромный в каждой из этих стран. То есть, вот, скажем, от Пушкина до Чехова – это то, чем мы насытили весь мир. И сами до сих пор этим живем. И Дмитрий Сергеевич чрезвычайно ценил это, но он говорил, что за культуру надо бороться. Дмитрий Сергеевич при его тихом голосе, при некрепком здоровье, был, в общем, настоящим борцом и очень мужественным человеком, как вот мы уже увидели, какой он прошел путь. Вот могу еще сказать такой штрих. Например, когда к нему пришли, чтобы он подписал письмо, такое довольно гнусное против академика Сахарова, он отказался. Не потому что, наверное, не боялся, страшно было, но он не мог нравственно это переступить. И у него было много неприятностей. Конечно, он был уже всемирно известным ученым. Конечно, в тот момент его не сняли с работы, не посадили. Но ему там поджигали дверь, за ним установили слежку. И было много всяких неприятностей. Но, тем не менее, главное всегда Дмитрий Сергеевич учил, что есть всегда у каждого человека нравственный выбор. И что он очень существенен. Вот именно этому он нас учил. Потому что интеллигент – это человек, который способен на нравственный выбор. И в нашем сознании Дмитрий Сергеевич остался вот таким эталоном интеллигентного русского человека. И очень не хватает таких людей. Ну вот его ученик Михайлович Панченко тоже был таким просветителем. То есть вот была такая плеяда людей, которые и наша задача сейчас вот пытаться внушить молодежи, что, как говорится, все проходит. Не проходит только тот след, который ты оставил, имея в виду добро, имея в виду высокую нравственность, имея в виду, вот что ты отдаешь. Не то, что ты берешь и чем ты обогащаешься, а то, что ты отдаешь. Мне в конце хотелось бы прочесть одну небольшую цитату из мистера Сергеевича, где он говорит о культуре. На протяжении всех последних лет, когда это стало возможным, я ратую за подъем культуры. Без культуры невозможен подъем экономики, нравственности, государственного самосознания. Для этого нужны высокие и средние школы, уважение к гуманитарным знаниям, к искусствам, сохранность наших книжных, музейных и архивных богатств. Книги, картины, документы говорят даже тогда, когда молчат люди. Это посредники между поколениями и народами, между различными культурами. Один из самых высоких показателей достоинства народа – это отношение к своему культурному наследию. Это и показатель самоуважения. Дмитрий Сергеевич всегда говорил, что как самоуважение человека, так и самоуважение нации, народа, оно тоже строится, в общем, из того же самого. Как ты образован, как ты доброжелателен, как ты добропорядочен, как ты владеешь родным языком, родной историей. Вот все это вместе и создает культуру народа. А сейчас, когда в нашем обществе довольно много с избытком агрессии, недоброжелательства, подозрительности, недоверия друг к другу, мне кажется, что от обращения к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, к тому, что он говорил, к тому, что он писал так доступно для всех, это один из путей нашего выздоровления, нравственного выздоровления. Все-таки, когда у нас что-то болит, и очень болит, мы обращаемся к врачам. А когда происходит, вот когда болит, собственно, так сказать, ну, проблемы, связанные с окружающей средой, с культурой, с уменьшением агрессии, ведь культура, она, понимаете, вот как бы как огранка для алмаза, она помогает человеку в создании, вот, в определении смысла жизни, зачем он живет, почему он так или иначе относится к людям. Вот мне было очень радостно услышать на днях, по-моему, по радио, когда люди сказали, что вот посмотрев фильм «Остров», который поднимает высокие такие нравственные проблемы, люди стали там знакомые между собой, перезваниваться и избавляться от ненужных вещей, и находить людей, которым это необходимо, кому это жизненно нужно. Вот, на самом деле, это тоже один из уроков, которым обучал нас Дмитрий Сергеевич. Причем он учил всегда неназидательно, а доверительно разговаривая с людьми. Вот так, как умел разговаривать Дмитрий Сергеевич с каждым человеком, вот этому тоже нам надо учиться. Это тоже один из признаков высокой культуры и настоящей интеллигентности. Спасибо. Людмила Георгиевна, ну вот один вопрос в вашем выступлении, меня все-таки, один момент, точнее говоря, он меня насторожил. Вот вы сказали, конец 80-х годов выступает Дмитрий Сергеевич Лихачев. Рейтинг колоссальный. Но вот сейчас, да, вы знаете, я помню еще конец 80-х годов, мы тогда были, ну, совсем юными, только вот я вступал в жизнь, я помню, самые популярные были журналы, там, Новый мир, Наш современник, ну и другие. Да, мы читали, мы читали эти журналы, нам нравилось, мы читали эти проблемы, потому что серьезные проблемы. Сейчас, если мы посмотрим, где журнал Новый мир? Вы знаете, журнал Новый мир существует, но, во-первых, телевидение охватывает огромную аудиторию, и я думаю, что если бы, я думаю, что есть люди, есть коллеги в том же Пушкинском доме, если бы просто почему-то телевизионное начальство или еще какое-то более высокое считает, что аудитория наша недостаточно развита, но мы уже видели, когда показывали сериал «Идиот», люди бросались, я видела это по Библию Глобусу, тут же покупать книжки, читали, и вы помните, какие были рейтинги у этого? То есть на самом деле надо думать лучше о своем народе и стараться, так сказать, не только зубоскальством его, как-то так сказать, от трудов праведных успокаивать, но давать ему пищу для ума, для совести. Я думаю, что если найдутся люди, которые могут так разговаривать, как Дмитрий Сергеевич, с большой аудиторией, то будут и настоящие вопросы, потому что у нас очень мало общения идет, к сожалению, и политиков с людьми, но и ученых, и деятелей культуры с людьми, чтобы вот они напрямую общались, а это, так сказать, по-моему, существует во всех цивилизованных странах. Мне кажется, что если бы сейчас политика нашего государства, культурная политика, я имею в виду, она была несколько переориентирована, в том числе и телевизионных каналов, она именно бы была не на разрушение, а на созидание, то вполне возможно, мы бы и вернулись к позитивному. Вполне возможно, многие журналы, которые читали бы, это были бы прежние журналы, потому что, ну, вот вы сказали, тот же самый «Новый мир» или «Наш современник», они существуют, но у них же крохотные тиражи, крохотные тиражи, и подавляющее большинство людей их не знает. Зато все знают, ну, я не буду называть, ну, понятно, те, кого знают, называть лучше не будем. Да, лучше мы не будем, зачем делать лишнюю рекламу? Ну, эти журнальчики, они существуют, да. Нет, я думаю, что вот общение по телевидению должно быть, и у нас есть, слава богу, канал «Культура», как ее там называют, «Духовка». Вот все, что духовное, это значит там. Не все передачи там тоже, вы знаете, не все. Ну, очевидно, я не так много смотрю, я выборочно смотрю это, но надо сказать, что вот большие каналы, которые охватывают всю нашу огромную страну, и где, в общем, вот такие проблемы с библиотеками, с дорогами, как всегда, вот для них-то совершенно необходимы передачи, такие просветительские и доверительные, когда человек высокого образования, высокого интеллекта, с прекрасным русским языком мог бы поговорить с людьми, так сказать, о самом главном, о самом нужном для них. Безусловно, безусловно. Но все-таки давайте мы будем, наверное, оптимистами. Да, надо надеяться, раз у нас был Дмитрий Сергеевич Лихачев, мы уже не можем не предать его, не предать ту культуру, за которую он боролся и в которую он внес такой большой вклад. Поэтому я думаю, что Россия всегда умела, она всегда была богата талантами, я уверена, что она и сейчас ими богата, надо вот только, так сказать, пытаться с детства и юношевства воспитывать на чем-то хорошем, на хороших образцах, На хороших образцах, да. Да, а не на вот том, что, так сказать, не требует вообще никаких мыслей. Ну да. Людмила Георгиевна, ну, прежде всего, огромное вам спасибо за такую интересную информацию. Нашу программу слушают студенты, очень много студенческой аудитории нас слушает, поэтому я думаю, им это будет очень важно, сейчас послушать замечательно. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся до следующего раза. Эта тема, тема просветителей России будет продолжена. Вам всего самого хорошего, до новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова